Это программа «Имеем право» и я постоянный автор журналист Николай Скребец. Здравствуйте, уважаемые друзья. Пожалуй, самой громкой сенсацией на Крымском полуострове в начале октября стали события, связанные с деятельностью государственного унитарного предприятия «Пансионаты Севастополя». Отбросив политическую часть этого конфликта, мы коснемся только анализа правовой сферы. В начале октября сети интернет буквально взорвали сообщения о рейдерском захвате государственного унитарного предприятия «Пансионаты Севастополя». События на южном берегу Севастопольской зоны озадачили беспокойную городскую общественность, ибо рейдерская атака всегда сопровождается захватом либо имущества, либо органов управления хозяйствующего субъекта. Последнюю попытку аннексии предприятия город пережил в далеком 2007 году. Тогда группы молодчиков, собранных по всей Украине, атаковали Севастопольский рыбоконсервный завод. Правда, 9 лет назад городские власти довольно быстро урезонили любителей чужого имущества. Ныне ситуация совсем иная. Вопреки здравому смыслу в рейдерстве обвинили исполнительные городские власти. Абсурдность утверждения очевидна, ибо нельзя захватить то, что и так им принадлежит. Принадлежит на праве собственности. Ну а чисто внешне конфликт в государственном унитарном предприятии «Пансионаты Севастополя» формировался в момент прибытия в изумруд нового исполняющего обязанности руководителя предприятия. В соответствии с деловыми обыкновениями и обычаями, предусмотренными, кстати, в общих положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, нового руководителя надо было представить коллективу кому-то из должностных лиц правительства. Этого сделано не было. Евгений Кузьменко явился перед работниками предприятия 28 сентября. Совсем для них неожиданно. Правда, и соблюдение обычного принятого ритуала посвящения в должность ничего решительно изменить не могло, ибо подарки, в кавычках, новому руководителю работники пансионата подготовили еще на подступах к охраняемой территории. Ну, начну даже с того, что охрана нас не пускала на территорию сначала пансионата. После того, как я им представился и показывал свое распоряжение, свои документы, удостоверяющие личность, паспорт, охранники долго-долго упирались, не пускали, но потом, видимо, как-то благоразумие возымело свое воздействие и все-таки пропустили нас на территорию пансионата. Это был первый, но далеко не последний сюрприз для нового руководителя. Преодолев пропускной пункт, он с сотоварищами последовал в административный корпус. Несмотря на рабочее время, сотрудников на рабочих местах не оказалось. Увидев, что все кабинеты были закрыты, мы предприняли попытки к поиску должностных лиц. Я лично звонил Романовичу на телефон, на мобильный. Она трубки не поднимала, либо сначала поднимала, а потом бросала их. Такая последовательность была. На сообщения не отвечала на мои. Ну и фактически препятствовала возможности проведения контрольно-проверочных мероприятий на территории пансионата, ну и предприятия в целом. После чего, как по мгновению палочки волшебной, собрались члены, как они представились, трудового коллектива и начали производить съемку, провоцировать меня на какие-то там поступки. Если отбросить всю эмоциональную окраску первого общения с подчиненными, то с правовой точки зрения представители трудового коллектива и 28 сентября, и в последующие дни, правда исключительно в сети интернет, оспаривали две вещи. Правомерность распоряжения временно исполняющего обязанности губернатора о назначении господина Кузьменко и законность проверки предприятия главным контрольным управлением. Начнем с первого сомнения. Рассуждать о законности кадрового решения в данном случае необходимо только с позиции презумпции правомерности правового акта. Действительно, данное распоряжение будет правомерно действующим, вплоть до априори возможного решения суда, признающего обратное. Однако, надлежащими истцами в гипотетически возможном процессе могут стать только лица, право которых оно распоряжение затрагивает, а таковых, как вы понимаете, в юридическом смысле в данном конфликте нет и быть не может. Более того, необходимо учитывать и изданный ранее приказ генерального директора ГУП пансионата Севастополя Анатолия Жижируна, в котором он на время своей болезни возложил исполнение обязанностей генерального директора на Валентину Григорьевну Романович, но при этом начисто лишил ее организационно-распорядительных функций. На деле это означало не что иное, как прекращение финансово-хозяйственной деятельности, с чем, естественно, собственник предприятия, правительство Севастополя, смириться не могло. Так уж получилось, что с 2006 года ваш покорный слуга освещал буквально все рейдерские захваты в городе Герои. Они в большинстве сопровождались недопуском сотрудников организаций и предприятий на свои рабочие места. Несмотря на источные крики о рейдерстве, в пансионатах Севастополя все происходило с точностью до наоборот. Со слов нового руководителя, с 28 сентября большинство персонала пансионата «Изумруд» саботируют деятельность предприятия, а на свои рабочие места сотрудники просто не прибывают. Ну, «Изумруд» бойкотируется. Хотел бы обратить внимание на то, что есть еще и дополнительный офис на Ленина 33 находится у этого предприятия, который тоже там ралеты закрыты. И по большому счету на сегодняшний день работники предприятия «Изумруда» в частности и работники предприятия, входящие в административно-правительский персонал, кадровая служба, бухгалтерия, руководство – все на сегодняшний день отсутствует. В Трудовом кодексе Российской Федерации не содержится понятие «бойкот», но есть не менее емкое определение таких действий – прогул. Именно отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня смены является безапелляционным основанием для увольнения работников по инициативе работодателя. Впрочем, новый руководитель, похоже, не настроен столь решительно и намерен для начала получше разобраться. В причинах неявки. Если они уважительны, значит, надо давать оценку уважительности этих причин. Если они являются уважительными, значит, неуважительными, точнее, значит, надо применять меры дисциплинарного воздействия к таким работникам. Поэтому пока я не буду никаких комментариев давать по этому правоповоду, потому что преждевременно. Сначала надо разобраться в ситуации, а потом уже будем принимать решения, исходя из сложившейся обстановки. Решения в рамках Трудового кодекса будут возможны при условии, что каждый работник принимал решение не приступать к работе самостоятельно. Увы, возможно, и совершенно иная ситуация. Кстати, потом за этот поступок, исполняющий обязанности генерального директора, на который возложил Жижерун, исполняя обязанности Романович Валентина Григорьевна, звонила каждому из них, как они мне потом говорили, и грозила увольнением. Учитывая эти сведения, может статься так, что трудовые взаимоотношения с прогульщиками перерастут и совсем не вдруг в сферу уголовного права. Общеизвестно, что статья 43 Конституции гарантирует каждому право на труд. И если в ходе разбирательств выяснится, что невыход на работу сотрудников инициирован к кем-то из руководителей пансионата «Изумруд», то их может гипотетически ожидать и уголовная ответственность в соответствии со статьей 201 Уголовного кодекса России. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полновочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемых законным интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет. Часть 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе поездки в Азумруд мы, естественно, попытались проанализировать соблюдение принципа законности и в деятельности проверяющих, а посему и первый вопрос к руководителю касался правоосновы конкретной ревизии. Мы проводим проверку в соответствии с нашим положением и положением о внутреннем финансовом контроле в городе Севастополе. Это у нас, получается, выездная внеплановая проверка, которую мы проводим на основании отдельного поручения губернатора. Есть распоряжение проведения этой проверки. То есть мы проверяем государственное унитарное предприятие Севастополя, который может являться объектом нашей проверки. Утверждение Ольги Владимировны о соответствии действий возглавляемой ею комиссии локальным нормативным актом никто оспаривать не собирается. Однако, учитывая, в частности, и то, что проверка стала внеплановой, ее законность может подтвердить только безусловное следование императивным положением Федерального закона номер 294 ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля. Дело в том, что 10-я статья указанного законодательного акта содержит исключительный перечень оснований, при которых внеплановая проверка возможна вообще. В нашем случае основание для проведения внеплановой проверки сдается соответствует под пункту В, пункта 2, части 2, 10-й статьи закона. Поступали жалобы от севастопольцев, которые отдыхали, в том числе в этом пансионате из Умруде, и жаловались и на качество услуг, и на финансовые нарушения, которые были допущены руководством этого пансионата, ну и предприятия в целом. И для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, Дмитрий Владимирович Овсяников принял решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности. Нарушение прав потребителей, равно как и отсутствие нормального экономического прагматизма в деятельности того же пансионата «Изумруд», регистрировал и депутатский корпус, и общественники Народного фронта. Кстати, еще задолго, до осенних событий. Лично я столкнулся с деятельностью того же губ пансионата Севастополя в августе этого года, когда неоднократные обращения граждан поступали в Общероссийский Народный фронт по поводу недоступности прибрежной территории. Это явно нарушение 6-й статьи Водного кодекса Российской Федерации. Мы выезжали на место, эти факты подтвердились, было составлено обращение к губернатору города. И этот вопрос в стадии решения, собственно, мы получили ответ, подтверждающий правоту и обоснованность наших требований. Но, побывав там, мы увидели много интересного. Ну, в частности, что на самом деле хозяйственная деятельность ведется очень активно. Это и рестораны, кафе, и предприятия питания, это и разного рода услуги, катание на катере. Это не скрывается, рекламируется в многочисленных буклетах и тому подобном. В том числе, например, услуги дайвинга и даже такие небольшие бумажки с надписью «Продажа серебра», «Выставка продажа серебра». То есть, ребята работают на полную катушку. Меня очень заинтересовала такая активная деятельность, какой результат дает. Но найти в открытых источниках практически ничего невозможно, поскольку даже сайта ГУПС «Пансионаты Севастополя» не существует. Я понял, что такая закрытая тема для общественности. Тем не менее, нам удалось найти отчет директора ГУПС «Пансионаты Севастополя» Анатолия Жижеруна за 2015 год, с которого следовало, что отдохнуло за год более 9 тысяч человек. Да, кстати, надо учитывать, что в этом ГУПС не только изумруд. Это целых 10 пансионатов, детских лагерей, отдыха и так далее. Отдохнуло более 9 тысяч человек, заработано 38 миллионов. В общем, чистая прибыль составила 5 миллионов. Мы понимаем, что это чистая прибыль за вычетом налогов. То есть, бюджет поступает значительно меньше. Это и удивило, потому что если разделить количество отдохнувших людей на то количество денег, которые принес бюджет пансионат, то выходит критично мало. И мы понимаем, что явно какие-то большие теневые потоки финансовые где-то там скрываются, не доходят. Почему это происходит, это другой вопрос. И именно поэтому мы постоянно настаивали на проверках. Одно из объяснений несоответствия бурной деятельности и конечных финансовых результатов предприятия обнаружила и проверка главного контрольного управления. В изумруде, как утверждают ревизоры, процветала вполне ориентированная дисконтно-должностная политика. На сегодняшний день, из тех документов, которые мы видим, рентабельность по услугам проживания и питания по ГУПС пансионата Севастополя установлена на 15-й год 7% рентабельность, на 16-й – 13%. При этом установлены предоставления скидок 50-процентных, то есть даже за рамкой рентабельности. И возникает вопрос, вот те скидки, которые идут в ущерб предприятию, чем руководствовалось предприятие, какие были правовые основания для предоставления этих скидок. Но, к сожалению, пока мы этих вопросов задать, точнее, ответы получить не можем, потому что руководителя и главного бухгалтера нет. А сейчас давайте на секунду заглянем в наиболее вероятное будущее. Чтобы избежать в дальнейшем возможной ответственности все по той же 201-й статье УК России, руководителям ГУПС пансионата Севастополя, которые нынче в подполье, необходимо будет опрокинуть в суде результаты проверки главного управления. Это гипотетически возможно, применив статью 20-ю все того же закона 294 ФЗ. Именно она предусматривает отмену результатов проверки, проведенной органом государственного контроля в суде, если такая проверка проведена с грубыми нарушениями закона. И этот вариант развития событий может статься весьма вероятным, ибо проверка ведется исключительно документарно по тому массиву документов, который попал на обозрение проверяющим, да еще в отсутствие главных должностных лиц предприятия. Акт будет готов, и там все будет написано, все будет изложено по тем документам, которые мы на сегодняшний день здесь имеем. А вообще истерия по поводу контрольных проверок государственного унитарного предприятия пансионата Севастополя более чем удивительная. Ведь в законодательном акте о унитарных предприятиях, что называется, воплощен в жизнь лозунг великого вождя об учете и контроле. Действительно, вопросом мониторинга за деятельностью госпредприятий в федеральном законе номер 161 о государственных и муниципальных унитарных предприятиях посвящена известная 26-я статья. Согласно ее содержанию, контроль за деятельностью ГУПов осуществляется собственником, а обязательный бухгалтерский аудит может по желанию собственника проводиться хоть ежегодно. Кстати, о необходимости полномасштабной контрольной деятельности депутаты говорили уже давно. Лично я обратился в контрольно-счетную палату Севастополя с просьбой внести проверку такого ГУПа, как пансионата Севастополя в план на 2017 год. Кроме того, я обратился с просьбой проверить винзавод, в частности, вот этот автозаправочный комплекс. Думаю, что стоит проверить управляющие компании. Прервем наши рассуждения, в ключе очевидное и вероятное. И вернемся к экономической прозе. Недополученные средства или вынужденно упущенную выгоду в конечном итоге придется компенсировать. Оспаривать это глупо. Кстати, истошные вопли о сумме задолженности членов правительства и ущербе, нанесенном несчастному предприятию, не имеют на сегодняшний день оснований, поскольку эти счета оплачены. На сегодняшний день оплачиваются все услуги, оказанные членам правительства, губернатору. Ну, оплачиваются губернатором. Для того, чтобы выяснить, какие услуги, в каком объеме оказывались стоимость услуг, конечно же, нужны те должностные лица, которые в настоящее время скрываются. Что же касается самого конфликта, то он вскоре вступит в следующую фазу – фазу обжалования. Так что, очевидно, в самом ближайшем будущем можно ожидать выхода из-под поля руководства ГУПС пансионата Севастополя и продолжения противостояния уже на судебном уровне, где каждая из сторон будет доказывать свою правоту. Какие из аргументов окажутся сильнее, узнаем и расскажем о них в нашей программе. В будущем, разумеется. А у нас на сегодня все. И вот такая реплика в заключении. Уважайте друг друга, ведь вы живете в городе достойным уважения. Всего вам доброго, честь имею. Редактор субтитров А.Семкин